Всем привет! С вами Роман с хоккеем и вы на канале РБ Хоккей. Это мой второй прогноз в истории этого канала на матч Национальной Хоккейной Лиги и прогноз с участием моего самого любимого игрока, наверное, человека, с которым у меня очень много ассоциируется с хоккеем, Александром Овечкиным. Вашингтон против Нью-Джерси в ночь на 13 число. Это воскресенье, друзья мои, это выходной день. Если у вас будет возможность, обязательно запасайтесь попкорном, берите что-нибудь вкусненькое. Матчи Овечкина надо смотреть просто потому, что их реально остается, наверное, все меньше и меньше с каждым разом. И вот новый сезон, новые возможности, да, и я считаю, что это надо ценить, потому что, ну, игрока такого калибра, такого поколения, может быть, мы не скоро увидим. Ладно, ухожу от лирики. Короче, Вашингтон против Нью-Джерси. Нью-Джерси видится фаворитом, у них крепче состав, там, крепче возможности. Но, естественно, да, у меня здесь две ставочки на этот матч. Первое то, что Овечкин наберет очки. Не буду сразу, да, гасить, что Овечкин забьет, потому что это, этого очень хочется, но понятно, что есть определенные там, да, нюансы, которые могут этому помешать. А вот набрать очко, может, там, в большинстве где-то еще что-то, думаю, Александр Великий сможет, да. Это такая вот чисто на затравочку. Ну, и основной прогноз, наверное, все-таки здесь можно сделать на то, что именно Нью-Джерси одержит победу. Можно взять двойной исход, чтобы кэф был повыше, да. Победа Нью-Джерси и общий тотал голов больше четырех с половиной. Я думаю, что это так вот прям, как говорят киберспортсмены, изи, да, изи катка. Конечно, может Вашингтон зацепиться. Вашингтон очень интересен, да, с точки зрения того, как команда покажет себя с учетом вот этих всех изменений, прихода новых игроков. Опять же, да, наличие Овечкина, как он будет играть, будет ли он сразу забивать, потому что, помните, в прошлом сезоне у него не получалось на старте сезона. Короче, очень много всяких интересностей, на которые стоит обращать внимание. Мои прогнозы, вот они таковые, так что давайте сразу залетаем в комментарии, пишем, что Вы думаете, да, про этот матч. Ну и я обязательно приду с Вами пообщаюсь, и, конечно, в конце, после игры подведем уже итоги и посмотрим, как мой второй прогноз на матч НХЛ залетел или нет. Первый, кстати, оказался удачным, там была победа Флориды, и тотал голов как раз тоже был большой, и они, в общем, пробили, и та ставочка зашла. В общем, наслаждайтесь хоккеем не только теперь КХЛ, а еще и НХЛ, ну а мы постараемся делать эти просмотры и вообще этот хоккей еще более интересным, как у нас получается. В общем, всем пока, всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok